Всем привет! Сегодня разбор планировки для семьи Плюшкиных. Плюшкиных? Потому что у них очень много вещей, для которых мне предстоит найти очень много мест хранения. Друзья, уверен, что и вы сталкиваетесь с проблемой хранения. У нас у всех очень много вещей. Нет, не просто много, а очень много. И все эти вещи хранятся в нашей квартире. А в этой, которую я буду разбирать, их еще больше. Так вот, в этой планировке я покажу вам, как найти дополнительные места хранения, фишки, лайфхаки. Поэтому смотрим до конца, вы все узнаете. С этой квартирой ко мне обратились мои подписчики, которые следят за мной давно. И это помогло им выбрать планировку наиболее грамотной из всех тех, которые они встречали на рынке и которые им предлагали. Поэтому изначально планировка уже хорошая. Теперь про семью. Семья это молодая пара, которая очень любит путешествовать. В ближайшее время они ожидают ребенка. То есть их скоро станет уже трое. Так вот, квартиру мы будем делать с детской спальней, кухня-гостиной и с огромным количеством мест хранения. Что нужно хранить? Вы сейчас удивитесь, друзья. Ну, во-первых, вот этот список, который на вашем экране, это тот список, который необходим просто всем. Вещи в прихожей, вещи в спальне, хранение в ванной, уборочный инвентарь, постирочная и так далее, и так далее. 11 пунктов. Но на этом мы не ограничились. Точнее, мои заказчики. Им нужно хранить в доме еще лыжи, то есть горные лыжи, спортивный инвентарь какой-то, туристический инвентарь. Это рюкзаки, это палатки, а еще огромный бокс для машины. Знаете, который на крыше устанавливается. Вот это все нужно куда-то впихнуть в квартире. Давайте посмотрим на изначальную планировку. Эта квартира во вторичном жилье. Жилье, кстати, находится в Мурманске. Этот прекрасный город, в который я мечтаю съездить, чтобы посмотреть северное сияние. По мотивам северного сияния, если вы помните, мы делали интерьер. Ссылочку оставлю в описании. Очень красивый получился интерьер. Заказчики живут в нем несколько лет и очень довольны и счастливы, что такую красоту мы им навели. Но возвращаемся к планировке. Итак, вторичное жилье, много комнат, коридоры. И давайте по проблемным местам пройдемся. Итак, прихожая. Заходим в прихожую. Вот она здесь обозначена, в которой есть аж три кладовые. Теперь мне становится понятно, почему именно эта квартира была выбрана. Потому что есть три кладовые. Для туристического инвентаря, для автобокса, лыж и так далее. Вот прям много всего. Но есть проблема. Некуда поставить шкаф. Шкаф для вещей просто никуда не влазит. Потому что если ставить его в этой области, то мы загородим все двери в кладовке. Далее у нас дверь в одну комнату, дверь на кухню. Понимаете, да? То есть получается мест хранения для шкафа просто отсутствует в данной планировке. В моей планировке я все поменяю и покажу вам как это делается. Из коридора мы попадаем в большую проходную комнату. Из этой комнаты еще две двери в более маленькие комнаты. Получается, что изначально посмотрев на эту планировку, заказчики обрадовались, что есть много комнат, есть кладовки, много мест хранения вроде бы. А когда уже купили, пришли, начали задумываться о том, куда поставить мебель, как все расставить, у них стало что-то не получаться. Ну как это обычно бывает, наверняка у вас тоже не все получается, если вы конечно пробовали делать планировку. Если это так, то смело обращайтесь ко мне, я сделаю для вас планировку. Эскиз планировки и консультацию. Ссылочку на услугу оставлю в описании. Итак, проблема. Шкаф поставить некуда, маленькая кухня, ну здесь само собой напрашивается, что мы ее будем объединять вот с этой комнатой. Далее проблема это маленькая ванна и санузел, в которую попросту не влазит стиральная машина. Вот смотрите сами, вот это место под ванну, вот раковина, унитаз и стиральную машину. Некуда ставить, надо искать место где, куда, а еще под уборочный инвентарь. Еще один из запросов звучал так. Нам нужен отдельный кабинет, стол для работы, два стола для шитья, то есть это такой досуг. Дома девушка занимается тем, что что-то там мастерит, шьет, а под это два стола нужно со швейной машиной и просто что-то там кроить. Ну и естественно спальня и детская. А еще они попросили сделать так, чтобы ни детская, ни спальня не ограничили с соседями. То есть это тоже определенные обязательства накладывают на мою работу и на будущее решение. В общем, сейчас я вам покажу, как я сделал это пространство удобным, комфортным и нашел места хранения абсолютно под все вещи, которые было необходимо здесь разместить. И сделал все удобно. Ну конечно же я посносил все стены и построил заново. Новую планировку придумал. Начну с прихожей. Убрал все кладовки и вместо них поставил большой вместительный шкаф глубиной 60 сантиметров. При этом очень важно оставить зону прихожей достаточно большого размера, чтобы она выглядела просторной и нарядной. Когда мы заходим домой, мы должны заходить сразу в просторное пространство. На красоту заходить мы должны и тогда будет дизайн. В прихожей у нас есть консоль, есть пуфик куда присесть и отсюда вход в санузел. Почему именно отсюда, а не там где он был раньше? Вот это вот кстати лайфхак. Раньше вход был из коридора, получается если санузел это прямоугольник и заходим мы с узкой стороны, с торца, то раковину ставить уже неудобно вдоль стены. Мы просто будем об нее запинаться. А если мы делаем вход сбоку, как в моем варианте, то тогда удобно входить. Слева у нас унитаз, справа раковина, а между ними свободное пространство, чтобы вы могли развернуться. Идем дальше. Коридор я убрал, стенку между кухней и гостиной убрал и получается, что сейчас большая просторная квадратная кухня-гостиная, в которой есть кухонный гарнитур, стол, диван, телевизор напротив. И вся эта композиция расставлена правильно по центру, по осям. Это залог будущей красоты. Это называется фундамент для будущей композиции, а композиция это и есть красота. Помимо этого в комнате есть красивый буфет, который мы будем видеть, когда выходим из спален. Помните закон красоты и композиции? Заходи в любое помещение, заходи на красоту. Вот она красота-то. Буфет красивый, с красивой посудой. А еще здесь остается много свободного места, можно устроить танцы-шманцы, да и вообще разойтись в комнате это всегда хорошо, знаете ли, не запинаясь ни о какую мебель. То есть логистика продумана очень удобно. Из кухни-гостиной мы попадаем сразу в ванную комнату. В ней раковина и ванна. Больше ничего нету. Почему? Потому что она очень маленькая и увеличить ее нет возможности. За счет комнаты увеличивать нельзя. Я увеличил за счет коридора, чуть-чуть подвинув вот эту стеночку. То есть у меня сейчас стала ванная комната чуть поглубже. Но дальше двигать стенку уже нельзя, потому что загородим вход в коридор, из которого мы попадаем уже в спальне. Стиральную машину пришлось перенести. Куда перенес стиральную машину? Смотрите дальше и узнаете. Коридор у меня совмещен с гардеробной. Гардеробная скрывается за шторочками, которые мы можем раздвинуть, задвинуть и в общем как нам надо, так и сформировать это пространство. Здесь есть угловой шкаф. Можно просто штанги разместить вдоль стены, снизу тумбочки поставить. Вот весь гардероб, собственно говоря. А закрываться он будет шторочками, про которые я уже сказал. А с другого края я расположил стиральную машину, водонагревательный бак. Это важно в старых квартирах. Частенько отключают воду. Под водонагревательным баком у меня располагается уборочный инвентарь, химия для постирки, белье грязное в корзине. Ну в общем все вот это вот хранение, которое необходимо для бытовых нужд в квартире располагается именно здесь. И теперь когда мы занимаемся постирочными делами в квартире, мы просто раздвигаем шторы, заходим сюда, здесь стираем. Перед нами большой даже холл, я бы сказал. И нам удобно, просторно, комфортно. А самое главное, стиральная машина не стоит в ванной. Понимаете, нельзя в ванную ставить стиральную машину. Это прямо зло. Это вот правило дизайна. Запоминайте. Итак, из коридора мы попадаем в детскую. Эта детская стала чуть меньше. Раньше она была 11 квадратных метров. Сейчас она стала 10 с половиной, наверное, или 10 квадратных метров. Вот она здесь выглядит. Здесь будущая кровать. Чуть-чуть приподнята над уровнем пола. Под ней находится шкаф. Я так сделал для того, чтобы сэкономить пространство в этой комнате. То есть снизу хранение вещи, сверху кровать. Ну и будущий ребенок, когда будет туда залазить, это для него тоже элемент игры. Ну и плюс пространство экономит. Вот сколько пространства остается. Здесь еще место под стеллаж. И вот я поставил такой элемент мебели. Это раскладывающаяся кровать, которая вдоль стены всегда хранится. Ее можно расправлять. Потому что приезжают гости, их нужно где-то разместить. Вот, пожалуйста, раскладывающаяся кровать. Ну а когда появится ребятеночек, можно и кроватку, и пеленальник сюда поставить. Осталась мастер-спальня. Ну, в нашем случае это не совсем мастер-спальня, а это спальня с кабинетом. Я ее располагаю вдоль торцевой стены с двумя окнами и с выходом на балкон. Сначала мы попадаем в кабинет. Он ограничен вот такой вот перегородочкой, которая не доходит до стен. И эта перегородочка делит пространство на две половинки. Одна половинка кабинет, вторая половинка спальни. В спальне кровать с двумя тумбочками располагается симметрично. Напротив кровати стоит макияжный столик. Тоже все симметрично. То есть эта композиция залог будущей красоты. Не важно в каком стиле вы будете делать интерьер. Важно в планировке заложить правильное гармоничное расположение мебели. Тогда все получится, все будет классно. Во второй половинке общего пространства находится кабинет. Это рабочий стол с компьютером, за которым мы можем сидеть, работать соответственно. Есть два стола для занятия шитьем. Здесь же стоит беговая дорожка, про которую я забыл упомянуть. А она здесь есть. Ну и место под стеллаж остается. Почему беговая дорожка именно здесь у окна? Ну потому что когда мы бежим, можем смотреть в окно. Потому что она низкая, вот тот пол, по которому мы бегаем, лента, и не загораживает окно. Вот поэтому она ближе к окну, чтобы вид этот не загораживать. Эти два пространства разделены перегородкой, про которую я сказал, а также шторками, которые можно задвигать, раздвигать, таким образом формируя либо две комнаты, либо одну комнату. Если шторки не хочется, можно раздвижные перегородки поставить. Просто это будет подороже. Ну и в конце самое важное, где найти места дополнительного хранения. Друзья, вспоминаем старые добрые антресоли. В этом проекте я сделал антресоль над санузлом. Потолок в санузле опускаем. Его можно сделать высотой 2,20-2,30. Но это просто санузел, мы даже руки там поднимать не будем. Все это с помощью дизайна красиво оформить, чтобы не казалось, что потолок низкий. А сверху антресоль, то есть со стороны прихожей открывающиеся дверки. И туда мы складываем лыжи, автобоксы, рюкзаки, палатки и прочее, 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 что не должно никак валяться на виду, тем более на балконах. Знаете ли, балконы тоже красиво надо оформить. Антресоль. Вот используйте в своих проектах, если вам недостаточно мест хранения. Вот такая планировка у меня получилась, в которой я нашел места хранения. Я сделал большую кухню-гостиную, это очень важные места общего пользования, так называемые. Я сделал приватные зоны, это детская комната и спальня родителей с кабинетом для их работы и творчества. Я убрал стиральную машину из ванны и теперь ванна это больше релакс-комната, нежели постирочно-помывочная. Напишите в комментариях понравился ли вам этот вариант, что вы думаете по этому поводу. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, конечно же. Ну а если вы хотите научиться так ловко делать планировки и придумывать дизайн, то приглашаю на свой курс по дизайну интерьера. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока, да пребудет с вами Муза.